Великий пост Антонина Алексеевна Зарубина придерживается всех постов на протяжении уже 20 лет. Говорит, что поначалу, конечно, было тяжело отказаться от мясных продуктов. Однако со временем поняла, блюда, приготовленные по постным рецептам, не только полезные, но и могут быть вкусными. Тем более, если заготовить с лета помидоры, огурцы, ягоды, грибы. Даже тратиться на продукты особо не придется. Но самое главное, отмечает Антонина Алексеевна, пост – это все-таки не диета. Ведь в это время главное духовное очищение. Не столько полезное, наверное, а нужное. Потому что идет очищение организма. Вот эти жиры, которые накапливаются зря, они же в это время израсходуются у нас. И это, мне кажется, облегчение в организме. Кто как приспособился. Но во всяком случае, мы уже не один год и не два, уже десятки лет так живем. Те же, у кого готовит разносолы, нет желания или же просто времени недостаточно, могут посетить кафе и рестораны. Тем более, в последние годы общепиты Братска предоставляют широкий выбор блюд. Драники, блинчики, оладьи, салаты, супы и кускуса с овощами и грибами. Поздная трапеза окажется разнообразной. При этом цены приятно удивляют. На протяжении пяти лет мы поддерживаем людей, которые постятся. К Великому посту мы разрабатываем специально новые блюда. Это блюда не только в бизнес-ланч, которые меняются два дня, но также и по вечернему меню. В бизнес-ланч вы сможете пообедать от 100 рублей на человека. Так что готовить дома или же все-таки сходить в кафе выбирать, конечно, каждому. Однако не стоит забывать, продукты, из которых можно приготовить постное блюдо, есть на прилавках всех продовольственных магазинов. Ведь фрукты и овощи – самые основные ингредиенты во время воздержания. И все-таки не следует забывать, что пост в первую очередь – это очищение духовное, а не диета. Вообще вся практика поста православного – это, безусловно, понятие – это не диета. Пост, прежде всего, это духовное упражнение. Пост, прежде всего, это образ жизни в какой-то момент времени. Это сугубое воспоминание о молитве, о покаянии. Олеся Клешкова, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».